Сегодня мы инициировали исключение этого вопроса из поездки дня по одной простой причине. Параллельно с этим решением мы готовили решение о внесении изменений в правила содержания животных. То есть эти два решения шли параллельно. Получилось так, что решения по введению тарифов были согласованы немножечко раньше. На сегодняшний день проходит процедура согласования решения о внесении изменений в правила содержания животных. Но, опять же, это не противоречит тому, что мы вводим эти тарифы действующими правилами, эта процедура предусмотрена. Что касается изменений, они касаются только тех структур, которые осуществляют контроль за выполнением правил содержания животных. А это те структуры, которые прошли процедуру реорганизации, такие как Государственный надзор санитарно-эпидемиологический, ветеринарный и Министерство внутренних дел. После того, как они сменили свои названия, но остались функции те же, необходимо внесение изменений в правила содержания. Я хочу подчеркнуть один маленький момент. Эти деньги идут не в бюджет. К решению приложения это калькуляция. То есть стоимость складывается из стоимости жетона, который будет выдаваться, и паспорта на животное. То есть это услуги коммунального предприятия. У нас идет регистрация уже. По моим сведениям, за эти полгода зарегистрировано порядка 300 домашних животных. Ну и службой отлова ведется регистрация бездомных животных, которые доставляются в немецкий приют на стерилизацию. Регистрация пока добровольная, но тем не менее правилами, которые действуют сегодня, она является обязательной. Продолжение следует... Продолжение следует...